Преступный режим Армении совершил еще одно преступление. 27 и 28 октября вооруженные силы Армении целенаправленно нанесли ракетные удары по Барде. 28 октября 2020 года примерно в 13 часов ровно по оживленному району города Барда вооруженными силами Армении из реактивной системы залпового огня СМЕРЧ были выпущены 2 300 мм реактивных снаряда типа 9525 с кассетной головной частью 9Н235, в которой содержится 72 осколочных боевых элемента, в целом 144 АБ. В результате, включая 5 женщин, скончался 21 человек, 70 человек, в том числе 8 детей и 15 женщин, получили ранения различной степени тяжести. Создается впечатление, что армянские военные превратились окончательно в фашистствующих скотов. С каждым новым ударом по мирным городам Азербайджана жертвы только увеличиваются. Удар по Барде является окончательным подтверждением, что война переходит в иную плоскость. Об этом заявил российский политолог и журналист Евгений Михайлов. Проигрывая на фронте, армянские военные решили бить по мирным гражданам Азербайджана. В принципе ничего от них иного и не стоит ожидать. Я уверен в том, что азербайджанские военные не опустятся до мести. В войны мстят на поле боя, а армянским семьям, которые в тылу провожают на войну своих близких, пусть будет стыдно. Им ничто не угрожает, азербайджанцы не убивают детей и женщин в отличие от соседей. Как реагировать в данной ситуации, не мне судить. Одно понимаю, что на поле боя за каждого погибшего ребенка азербайджанские военные отвоют еще больше земли и похоронят еще больше тех, кто не желает мира в Закавказье. Жалко только молодых ребят, армян, которые, не познав семейного счастья, уйдут в мир иной по вине сарасовского режима Никола Пашиняна, заявил российский политолог.